Аулафорус Червь розового цвета достигает длины до 20 мм при своей толщине около 0,2 мм. Получил свое название заизвилистые змеиные движения при перемещении в толще воды. Для культивации Аулафоруса идеально подходит не очень высокий пластиковый контейнер с крышкой, хотя в целом размеры зависят от того, какое количество червей вам необходимо. Лучше иметь несколько таких контейнеров, тогда в случае недосмотра вы не потеряете всю культуру. Также нам необходим поролон толщиной 2-4 см. Подойдет обычная мочалка-губка, которую можно разрезать на две части, но можно и не разрезать. Мочалка будет служить площадкой для питания и размножения змейки. Самый простой и лучший вариант корма для червей – перемолотые в кофемолке хлопья геркулеса или зерновых смесей, которые можно приобрести в продуктовых магазинах. Можно также добавить сюда высушенные листья крапивы, одуванчика, клевера, но можно обойтись и без добавок. Для кормления аулафорусов подойдут и различные пищевые отходы – кусочки моркови, корочки банана, капуста, кабачок. При использовании, например, моркови, ее нужно проварить до размягчения и в дальнейшем хранить в морозилке и при потребности использовать, выдержав ее предварительно сутки, посуде с аквариумной водой. Это делается во избежание бактериальной вспышки в контейнере со змейкой. Также для кормления можно использовать травяную муку. Следует избегать лишь кислых продуктов, которые могут испортить воду. Яблоки, цитрусовые, виноград, ягоды и так далее. Хочу сказать, что после проведенных экспериментов я использую лишь молотые овсяные хлопья и хлопья зерновых смесей. Иногда использую вдобавок к хлопьям, порезанную кружочками морковь. Так как аулофорус очень чувствителен к продуктам собственного метаболизма, необходимо часто производить подмены воды. Это можно делать следующим образом. Сверху, на ведро, ставим сачок из мелкой ткани, чтобы через нее не прошел червяк. И прямо из контейнера выливаем всю воду, при этом пару раз нажимаем на губку, чтобы и из нее вымылась грязь. После этого в контейнер с губкой заливаем свежую аквариумную или отстойную водопроводную воду. Воду льем не спеша и наливаем ее так, чтобы уровень воды был на пару миллиметров ниже выступающей части паровода. Дальше, сверху поролон посыпаем свежим кормом. Те черви, которые остались в сачке, на начальном этапе разведения змейки, желательно вернуть обратно на поролон, чтобы культура разрослась. Тогда можно будет приготовить еще несколько ямкостей с культурой. Если же культура уже имеется в достаточном количестве, то можно сразу же покормить рыб. Крышку в контейнере не следует закрывать слишком плотно, но в любом случае так, чтобы внутрь не смогли попасть различные мушки и другие насекомые. Или же в крышке можно сделать отверстие для доступа воздуха. Аулафорус, так же как и трубочник, собирается в клубки. Если вы кормите рыб, берущих корм в толще воды, клубок с червями следует разбить. Для этой цели хорошо использовать пробирку. Пробирку закрываем пальцем и встряхиваем до тех пор, пока черви равномерно не распределятся в воде. Затем содержимое выливаем в аквариум. Продолжение следует... Черви хорошо плавают и, стремясь к поверхности, не сразу опускаются на дно. На дне же аквариума змейка снова собирается в клубки. Аулафорусом можно кормить как взрослых рыб, размер которых не слишком крупный, хотя клубки червей поедает и весьма крупная рыба. Так можно кормить им и малька. Для этого клубок с червями кладут на твердую резину и острым ножом или лезвием бритвы рубят во всех направлениях. В сравнении с трубочником, аулафорус в 5-7 раз тоньше его и такие мелкие кусочки получить из него практически нельзя. К тому же, порезанный и не съеденный мальками, трубочник быстро разлагается и портит воду. Аулафорус же, будучи разрезан на несколько частей, в условиях аквариума регенерирует, то есть каждая часть со временем превращается в новую осыпь. Хотелось бы добавить, что представленный в этом видео способ разведения змейки не единственный, но для домашних условий, наверное, наиболее оптимальный. Если видео было для вас интересным, ставьте палец вверх. Всем удачи и успехов в аквариумном копе!